МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Копонент имеет свой вкус, как будто все отдельно было замариновано, чем-то заправлено разными специями, разными вкусами, вот эти вот сочетания разных вкусов, вот общую картинку создает такой. Ну, я рассматриваю, да. Мне просто сама технология, мне нужно понять, вкус-то понятно, что здесь присутствует. Сама технология скручивания нужно же сделать точно так же, правильно? Чтобы крутить роллы, необходимы определенные кулинарные навыки. Повторить заправку для салата нашим участницам тоже будет непросто. Будем готовить салат рыбака. Он будет состоять у нас с салатного микса, помидоров черри, лосось, редька дайкон маринованная и заправки. Для приготовления заправки нам понадобится оливковое масло и перец чили. Берем листья мяты, тоже добавляем в заправку, не придаст аромат нашей заправке. И добавляем морскую соль. Пока заправка настаивается, самое время замариновать лосось. Его нарезаем полосочками и на 3-4 минуты помещаем в соевый соус вместе с васаби. Тем временем салат рвем небольшими кусочками. Потом нарезаем маринованную редьку соломкой и на 4 части помидоры черри. Салатный микс заправляем приготовленной заправкой. Перемешиваем и добавляем туда маринованную редьку и маринованный лосось. Наш салат готов. Теперь мы выкладываем его на тарелку и украшаем помидорами черри. Теперь о втором блюде. Это блюдо скорее можно отнести к кулинарному направлению фьюжен, так как оно не принадлежит к традиционной японской кухне. Будем готовить десерт сладкий ролл. Он будет состоять у нас из блинчика, крем-фруктов и свежих фруктов. Крем для ролла готовится из сыра Филадельфии с сахарной пудрой и сливок. Взбивается до однородной массы и наносится на блинчик. После этого добавляются фрукты. Белиссимо просто. Очень вкусно, очень нежно. Прям браво. Спустя несколько минут девушки взялись за дело. Надеюсь, все будет хорошо. Господи, спасибо. За процессом у нас сегодня наблюдает наш шеф-повар Василий Леонский и наш эксперт Валерий Рыбин. Но эксперту скажите, пожалуйста, будьте ли им как-то помогать участникам? Да мы вроде как их помогаем, так и небольшими советами. Я думаю, они им помогут, чтобы нас победить. Первые трудности поджидали наших участниц с самого начала. Маша, почему паникуете-то? Потому что у меня рыба уже давно маринуется. Она сейчас будет слишком соленая. И в заправке тоже присутствует соль. И я очень переживаю, что будет слишком соленый салат. Кроме этого, девушки осторожничали с заправкой. Да, действительно, с остротой. Нужно не переборщить и, наоборот, не додать ее. То есть, мне кажется, вот это очень важный момент, который и решит судьбу сегодняшнюю. Наши профессионалы внимательно наблюдали за тем, что делают девушки. И не упускали возможности поделиться своими профессиональными навыками. Вообще, девчонки, я скажу, что вы чуть-чуть неправильно делаете. Салат не любят на жар. Надо все рвать руками. И желательно, чтобы не мять его, а именно надрывать. Потому что он будет более сохранен, в первую очередь. Во-вторых, края не будут чернеть. Несмотря на страх, с салатом наши участницы справились достаточно быстро. А во второй части нашего выпуска девушкам предстоит еще одно задание. Шеф-повар приготовил еще одно блюдо для наших участниц. Мы пока с вами попрощаемся, но ненадолго. Не переключайтесь. Съемки кулинарного проекта проходят в кафе Ситай, что в переводе с японского означает приглашение. Ситай предлагает простоту и элегантность восточных традиций и очаровывает умиротворяющие атмосферы. Здесь традиции японской кухни гармонично вписываются в современный стиль. В дневное время посетителям кафе предлагаются бенто-обеды, в которые входят холодные закуски, суши, роллы, первые, вторые, горячие блюда, а также десерт. Стоимость такого предложения от 150 рублей. Еще раз здравствуйте. Я напоминаю вам о том, что мы находимся на программе «Сделай повара». И во второй части нашей программы девушка ожидает новые испытания и еще одно блюдо от нашего шеф-повара. В первой части нашей программы две участницы-победительницы первых битв телепроекта вступили в кулинарную борьбу. Повар Василий Леонский приготовил для девушек два блюда – салат рыбака и сладкий ролл. Сейчас самое время приступить к сладенькому. Простые тонкие блинчики, вот они они. То есть из них они будут накручивать роллы. Главная хитрость этого блюда – сыр Филадельфия, который на вкус немного солоноватый. И нашим девушкам нужно сделать так, чтобы он получился сладким. Сахарная пудра и сливки в этом помогут участницам. Крем мы готовы. Сейчас стадия фрукты. Мы, значит, их режем. И потом начинаем уже все собирать в единый десерт. Чтобы ролл получился красивым и правильно приготовленным, по ходу приготовления наш шеф-повар давал девушкам дельные советы. Вдоль, потому что удобнее будет выкладывать на ролл все-таки. Если мы будем их кубиком резать, то во время порционирования ролла у нас они будут вылазить, что нам не нужно будет. Чтобы ролл был не только вкусным, но и красивым, его нужно правильно скрутить. Делаем плавными движениями, сильно не давим, чтобы начинка у нас не вылила наружу. И край можно смазать нашим кремом, чтобы скрепить его. Определить победителя сегодня нашим профессионалам будет не так-то уж и просто. Девушки, в принципе, приготовили все быстро и правильно. Осталось узнать, кто же сделал из них вкуснее. Здесь вот ошибка, то, что надо было отдельно заправить салатный микс и отдельно, то есть не заправлять лосось, помидор, редька, тем той же заправкой, чтобы был заправен салат. Ну и сейчас пришло время назвать лучшего победителя этой битвы. Попрошу наших экспертов подвести такие краткие итоги. Ну я скажу, что было сложно выбирать на самом деле. Победила Маша, ну а дальше не расстраиваться, потому что девушка талант. Очень сложно. Мне показалось, что салат просто мне поверх шок какой-то. С японской кухней я как-то не особо дружна. Единственное, только ролла вот. И все, салат был очень сложный. Это опыт и, наверное, значит, это знак, чтобы заняться чем-то еще. Это был телепроект «Делай повар» на ТВК. Еще увидимся. Телекомпания ТВК выражает благодарность партнерам проекта. УАО «Липецклеп Макарон Пром» – производителю макаронных изделий «Лимак» из твердых сортов пшеницы. Ресторанной группе «Евразия», «Форвард», «Дебасус», «Плаза», «Пестро», «Тратория», «Ситай». Чьи сервис и качества всегда остаются на высоком уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова